Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Привет! Если вы хотите легко убежать от ментов, а также от вашей мамки с лопатой, либо со шваброй, то у нас есть для вас решение. Как вы поняли, сейчас речь пойдет о том, как увеличить выносливость, а также скорость. И в этом нам поможет мастер по бегу Жорик. Ну что, давайте узнаем у него, сколько он лет занимается, какие у него там вообще награды, достижения есть. Расскажи. Ну, к примеру, если привести, 3 года бега, спокойно, когда меня научили в курсе не раз. То есть, по сколько ты бегаешь вообще? По километрам там? Если учитывать забеги, то там минимальная дистанция километра так 3. И можешь продолжаться даже до 7. А так, максимальная моя дистанция лично 21 километра. То есть, представьте, 21 километр без передышек вообще. Какие-то там награды брал, занимал, где участвовал вообще? Участвовал, я так сказать, неофициально. Ну, как неофициально? В наших сериях забегов. Почему я не придаю такое огромное значение этим наградам, поскольку мало кто знает об этих забегах. Ну, это да. Ну, короче, ребят, вы поняли, что если он пробегает 21 километр без передышек вообще, то человек знает, о чем он говорит. Поэтому он не балабол. Слушаем его. И сейчас мы узнаем, насколько можно хорошо увеличить силовую выносливость и скорость. Ну, давай начнем с первого вопроса. Это как увеличить выносливость. То есть, что для этого надо делать, сколько тренироваться, в каком объеме вообще по времени. Это смотря для чего вот хочешь увеличить выносливость. Ну, смотри, я хочу, например, просто долго бегать, да, допустим. То есть, как ты 21 километр хочу пробежать, как мне увеличить выносливость до такого степени прям. Ну, для начала можно начать просто пробегать какие-нибудь дистанции по максимуму. То есть, на максимальной скорости, да? Не-не-не-не, на максимальную длину и, так сказать, с очень слабой скоростью. Медленно вообще, на максимальной длине. Просимой длиной. Просимой длиной. А, ого. Это ты сначала узнаешь, сколько ты можешь пробежать. Ага. Ну и каков твой минимум? И по возрастающим потом увеличивать, если будет легко, легко, и потом быстрее, 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 или как? Да, и одновременно с этим можно еще производить упражнения, также увеличение скорости. А упражнения какие посоветуешь? Упражнения. Приседания, выпады, ну и многое. Это помогает развить выносливость, да, тоже? Главное, это там, где участвуют ноги. Ага. Сгибайте, разгибайте. Прыжки со штангой тоже помогают. То есть, вы должны увеличивать выносливость ваших мышц, и тогда у вас появится обычная выносливость, да? Как я понял. Да, 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 но главное это бегать, чтобы появилась привычка, и ты уже привык к этому движению. То есть, чаще и чаще бегаете, так я понимаю? Да. Просто больше, больше, больше каждый день, или сколько, как посоветуешься вообще? Сколько раз в неделю бегать, какой объем времени? Это смотря, к какому часу ты хочешь натренироваться. Ну, например, смотри, хочу за месяц натренировать выносливость. Если за месяц, то это примерно один раз в неделю это отдых, но другие все это просто бегают. То есть, шесть дней в неделю я бегаю, и по сколько часов в день надо бегать? По сколько часов в день? Ты можешь приходить, устраивать сначала, к примеру, сложную тренировку, скажем, с утра. Силовую, да, или как? Да. Ну, там, где ты реально спотеешь, а к вечеру, к примеру, легкую, пробежечку. Просто пробежечка. Или даже лучше шаг. Все мышцы просто отдыхают. И это максимально увеличится выносливость за месяц? То есть, за шесть дней в неделю работаем там буквально по два часа, да, в день получается. Ну, это, во-первых, зависит от того, насколько успешно мы можем заниматься, какие упражнения подберешь, да? То будет помогать тебе главная мотивация. Ну, ты посоветуй, какие упражнения вообще нужны. Вот смотри, силовая тренировка, что нужно делать? Перечисляй. Ну, это тренировка. Ну, во-первых, я хотел бы начать с того, что ее как можно реже, больше всего, опять же, бегает. Угу. То есть, силовая тренировка в день сколько минут должна быть? Ну, скажем так, можно занять четкость всего времени. Другая пусть будет бег. А также, помимо силовой тренировки и бега, там очень можно соблюдать разминку. Там слишком большой шанс порвать какие-нибудь мышцы. То есть, разминку ног обязательно, да? Или всего тела? Всего тела. Всего тела. То есть, бегаем часа по полтора, да, в день, как я понимаю? Где-то так? Ну, начинать можно и с малой дистанции, например, пару часов. Но увеличивать, да, время постоянно надо. Тогда будет выносливость расти. Ну, не время, а трассы. А, трассы. То есть, не время. Хорошо. Так что, ребята, увеличиваем трассы, не время. И все больше и больше увеличиваем расстояние трассы. И тогда у вас будет успех, вы увеличите выносливость. Так, следующий вопрос. Как увеличить скорость? Допустим, мне нужно пробежать какую-то там, ну, допустим, давай короткую дистанцию. Что мне нужно сделать? Он поэтому не специалист, он бегает длинные дистанции. Но, я думаю, ты знаешь, да, по-короткому, как надо увеличить? Что нужно делать? Ну, скажем так, опять же, это бег. Так и чем отличается бег на длинные дистанции и на короткие? На длинных дистанциях мы пытаемся сохранить энергию. Мы пытаемся найти тот стиль, который будет сохранять нашу энергию на самые... На конец, да? На самые протяженные дистанции, вот. То есть ты бежишь вначале медленно, да, на длинные дистанции, а потом уже ускоряешься, или как? Ты сначала набираешь скорость, находишь свой средний темп, когда тебе вольготно бежать. Не теряешь с собой энергию и особо мышцы не забиваешь на дно. Ты бежишь в свою дистанцию. Понятно, это на длинную, а на короткую? На короткую? Максимально увеличить вот скорость свою. Ну, например, если брать спинметров, там, 100, 200, 400 и 800 метров, где максимальная дистанция, то им надо научиться разгоняться очень быстро. То есть с самого начала, да? Стартуешь, просто топишь на полную 400 метров. Ну, скажем так, в основной части дистанции практически на полную. Вот, под конец, там, уже не получится, да, на полную? Да. Блин, и как тренировать вообще этого, на воскресенье? Сколько, опять же, дней, там, в неделю, сколько по времени? Как я слышал, то, что у них обычная тренировка, пробегают они, ну, скажем, в 2, в 3 или в 4 раза больше своего обычного, легким темпом. Потом делают разминку с упражнением, так сказать, да? Или же сразу начинают после разминки делать бег. То есть обязательно идет разминка, потом какое-то силовое упражнение, да, типа приседания, либо выпады, да? Или сразу же бег, да. Да, вот. То есть чередуем силовое упражнение с бегом. И сколько в день, примерно, нужно заниматься, ребята спросят. Это я не могу сказать, поскольку даже на марафоне, что я сделал ошибку недавно. У каждого свой организм. А, то есть зависит от организма. Ну, и от уже какой-то уровня. То есть каждому нужно подбирать лично по своему организму. Ну, это, в принципе, как и в бодибилдинге тоже. Нужно питаться, судя по своему организму, да, сколько вы можете там съесть, сколько тренироваться, вам тоже должны подбирать. Если вы эктоморф, то вы не должны, допустим, там, 3 часа тренироваться, да, там, максимум 45 минут. И также в беге, насколько я понял, да, получается. Вот. Я надеюсь, вам немножко информация дошла, как увеличить свою скорость и свою выносливость. Поэтому, друзья, спасибо за просмотр, спасибо тебе за то, что ты рассказал нам, как это сделать. И увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok